Глубоко уважаемые председатели, уважаемые коллеги, во-первых, я, конечно, хотел бы поблагодарить и организаторов этого форума, и этой онкогинекологической секции, профессора Берлева и профессора Урманчеева, которые предоставили возможность выступить на этом прекрасном форуме, и, конечно же, своего учителя Виктора Васильевича Кузнецова, который позволил мне это здесь сделать. Мой доклад... Можно слайды, пожалуйста? Мой доклад посвящен проблемам хирургического лечения рака шейки матки. Конечно, это очень всеобъемлющая тема, и за 20 минут очень сложно уложиться, чтобы подробно обсудить все ее аспекты, но это вот те основные вещи, о которых мы коротко поговорим. Это те современные подходы, которые существуют в Европе и в Америке. Ну, и мы внедряем их в Россию, безусловно. Первое – это органосохраняющее лечение. Конечно, при ранних стадиях рака шейки матки мы стараемся выполнять пациенткам органосохраняющее лечение, и если у пациентки первая А1 стадия и отсутствуют опухолевые эмболы в лимфатических щелях, ей возможно выполнить только конизацию шейки матки и пациентку отпустить под динамическое наблюдение. Если же опухолевые эмболы присутствуют или опухоль соответствует первой А2 стадии, то в этой ситуации возможно выполнение ампутации шейки матки и тазовая лимфодисекция, которая может быть выполнена как внебрюшинным, так и лапароскопическим доступом. Или же вторым вариантом является расширенная трахилоктомия. При больших размерах опухоли, при первой В1 стадии, уже единственным вариантом органосохраняющего лечения является расширенная трахилоктомия. Если же пациентке нет необходимости сохранять манку, она не планирует больше рожать, то в качестве органосохраняющего лечения ей можно предложить транспозицию яичников. Это можно сделать вплоть до третьей В1 стадии, если планируется лучевая терапия или химиолучевое лечение. Я не буду подробно останавливаться на расширенных трахилоктомиях. Сегодня этому посвящен отдельный доклад из Института Герцена. Единственное, что скажу, что операции, выполняемые влагалищным доступом, так называемые лапароскопически ассистированные операции, возможны у пациенток с опухолями до 2 см. В то время как операции выполнены абдоминальным доступом, возможны у пациенток с большими опухолями от 2 до 4 см. А по данных отдельных авторов и даже до 6 и более см. Вопросы комбинированного лечения ранних стадий шейки матки. Я не случайно поставил здесь вопрос, потому как согласно рекомендациям мировым, европейским и американским, не рекомендуют совмещать хирургический и лучевой методы воздействия, то есть планировать комбинированное лечение при ранних стадиях рака шейки матки, а это опухоли, до 4 см. Потому как результаты хирургического лечения и лучевой терапии при этих стадиях одинаковы, и комбинация хирургического и лучевого метода увеличивает частоту осложнений. И для того, чтобы избежать увеличения частоты осложнений, поэтому заранее планирование комбинированного лечения считается нецелесообразным в мире. Это основано на данных рандомизированного исследования, которые были опубликованы в 1997 году из Италии. В нее вошли 340 пациенток 1-й Б и 2-й А стадий. Половину этих пациенток оперировали на первом этапе, вторую половину облучали по радикальной программе. Но из группы пациенток, которые были оперированы, 2-3 больных получали адювантную лучевую терапию по тем критериям, которые представлены на слайде. И когда посчитали отдаленные результаты, выяснилось, что и общая, и безрецидивная выживаемость, и частота возникновения рецидивов абсолютно одинакова в обеих группах больных. Однако в группе комбинированного лечения больше, чем в 2 раза увеличивалась частота тяжелых осложнений от комбинированного лечения. И когда посчитали относительный риск этих осложнений, выяснилось, что комбинация операций и лучевой терапии больше, чем в 3 раза повышает риски осложнений в сравнении только с операцией, и больше, чем в 2 раза в сравнении с лучевой терапией по радикальной программе. Поэтому в современных рекомендациях, и европейских, и американских, считается, что пациенток надо стараться либо оперировать в объеме операции 2-го или 3-го типа по классификации пивера, или же облучать по радикальной программе. Если вы пациентку решили оперировать, и во время операции, вот как вчера на демонстрации, при срочном гистологическом исследовании были выявлены метастазы в лимфатических узлах, как поступить в этой ситуации. Понятно, что пациентке после хирургического вмешательства требуется химио-лучевое лечение, так как это фактор высокого риска прогрессирования заболевания. И часть экспертов в Европе и Америке считает, что возможен такой подход, как так называемая прерванная гистероктомия. То есть при наличии метастазов в регионарных лимфатических узлах выполняется тазовая и поясничная лимфодисекция. На этом объем операции ограничивается, то есть получив метастазы в тазовых, вы выполняете поясничную до уровня нижней брожевечной артерии. Если там метастазов нет, то операция на этом прерывается, и пациентка отправляется на химио-лучевое лечение по радикальной программе. Матка не удаляется. Если же метастазы присутствуют в поясничной зоне до нижней брожевечной артерии, объем диссекции расширяется до почечных сосудов. Это как раз и связано с тем, что комбинация лучевого и хирургического воздействия увеличивает частоту осложнений, при том, что результаты абсолютно одинаковы, если при этом в этой ситуации не выполнять гистероктомию. Если у пациентки нет метастазов в регионарных лимфатических узлах, какой объем операции ей предпочтительно выполнять? Мы говорим об опухолях до 4 см. В рекомендациях есть и первый, и второй, и третий типы операций. Это поберечный срез таза. Сверху это мочевой пузырь, ниже прямая кишка. К сожалению, не работает указка. Не могу показать. И вот в ситуации выполнения операции второго типа удаляется приблизительно такой объем ткани. Это несколько меньше половины параметриев, которые находятся в малом тазу. Если выполняете третий тип, то вы полностью удаляете все соединительно тканные, полностью удаляете связки, клетчатку, которая находится в малом тазу. И если сравнивать эти два объема, то вы видите, что при выполнении операции второго типа достаточно большой объем параметриев остается, где вы можете пропустить опухолевое поражение. Если это показать на препарате, это препарат после расширенной трахелоктомии третьего типа. Вот желтым обозначено это край резекции влагалища. Вверху это место отсечения шейки матки от тела матки. И вот между пунктирными линиями это приблизительно тот объем, который удалялся бы при операциях второго типа. И вы видите, что то, что выходит за пределы пунктирных линий, это тот объем ткани, где могут остаться метастазы. Это фронтальный срез малого таза. И если выполняется операция второго типа или операция типа B по классификации пивера, таким образом вы выполняете удаление медиальной, ну может быть половины, а может быть даже несколько меньше, медиальной части параметриев. А вся латеральная часть, к сожалению, указка не работает, не могу показать, но вот чуть выше мышц, поднимающая задний проход, вот по диагонали, идущих на картинке, это часть латерального параметрия, которая остается, и где также могут быть опухолевые изменения. Если вы выполняете нервосберегающую операцию, это C1 тип по классификации цибуля, то, что выполнялось вчера лапароскопическим доступом, вы удаляете верхнюю половину параметрии, а нижнюю вы вынуждены оставлять, чтобы оставить там нервные волокна, которые нервируют мочевой пузырь и кишку. И в этой части параметриев также возможно оставить опухолевые клетки или метастазы в лимфатических узлах. Были проведены исследования, которые показали, что и медиальная, и латеральные части параметриев поражаются метастазами абсолютно в одинаковом проценте случаев. Поэтому, удаляя половину параметриев, вы имеете 50% вероятность пропустить опухолевые клетки или метастазы. Поэтому, конечно, предпочтительные операции третьего типа выполнять при больших опухолей. Но, естественно, вы получаете при этом денервацию органов малого таза, в частности, дистального отдела прямой кишки и мочевого пузыря, которое, конечно, со временем восстанавливается в большинстве случаев. Но при опухолях менее 4 см вы практически у 75%, то есть у 2-3 пациенток, даже 3-4, вы имеете возможность не проводить адювантного лечения, потому как хорошо выполненная операция третьего типа нивелирует промежуточные факторы риска, такие как опухоль больше 4 см, глубокая инвазия шейки и матки и наличие эмболов в лимфатических сосудах. Это нам позволяет сохранить молодым больным функцию яичников и влагалища, профилактировать возникновение поздних лучевых повреждений. Отсутствует у этих больных риск радиоиндуцированных опухолей, а было показано, что через 10-15 лет у облученных пациенток достоверно увеличивается частота радиоиндуцированных опухолей, от которой пациентки погибают. И если все-таки у этой пациентки возникает рецидив, вы имеете возможность провести по поводу рецидива химиолучевое лечение в полном объеме. А есть ли пациентки, которым вообще не нужно удалять параметрии, ни в половинном объеме, ни в большем объеме? И такие пациентки есть. Вот в 2002 году были опубликованы результаты исследования, которые показали, что у больных с 1А, 1Б1 стадиями без метастазов в регионарных лимфатических узлах, частота поражения параметрия составляет всего лишь 4%. А если опухоль не превышает 2 см, глубина инвазии меньше 1 см, у больных без метастазов в регионарных лимфоузлах она меньше 1%. Вы видите, это частота поражения параметриев. Вот при первой А стадии она варьирует от 1 до 2%, при первой Б стадии повышается уже и составляет от 6 до 31%. Это поражение параметрии. В различных исследованиях при однофакторном анализе было выделено 4 фактора, которые влияют на частоту поражения параметриев. Это регионарные лимфатические узлы, наличие метастазов в регионарных лимфатических узлах, размер его опухоли, границей которой является 2 см, наличие лимфоваскулярной инвазии и степень дифференцировки опухоли. Вы видите, что при наличии неблагоприятных факторах частота поражения увеличивается вплоть до 31%. Но при многофакторном анализе, проведенном в исследовании Фрумовица, было показано, что только 2 фактора достоверно увеличивают частоту поражения параметриев. Это наличие метастазов в регионарных лимфатических узлах и размер опухоли более 2 см. Ни лимфоваскулярная инвазия, ни степень дифференцировки достоверности не показали в увеличении частоты поражения параметриев. И вот несколько авторов, вы видите, достаточно приличные крупные исследования, они выделили те факторы, при которых частота поражения параметриев близка к нулю, а это опухоль до 2 см, инвазия до 1 см, отсутствие лимфоваскулярной инвазии, ну и в разных исследованиях разные гистологические типы включались, но плоскоклеточный рак присутствовал всегда. И вот этой категории больных абсолютно бессмысленна, как операция второго, третьего типа, нервосберегающая, то есть любого объема удаления параметриев, так как в нем просто поражения нет. Если же объем опухоли больше, или присутствуют факторы высокого риска, тогда теряет смысл операция второго типа, потому что вы с 50% вероятностью оставляете метастазы в неудаленной части параметрии. И вероятнее, со временем операция второго типа, она не будет выполняться, а удаление параметриев будет выполняться по принципу «все или ничего». Хирургические вмешательства при местно распространенном раке шейки матки. Здесь мы знаем, что при опухолях более 4 см с 2000 года стандартом лечения является химио-лучевая терапия по радикальной программе. Не буду подробно на этом останавливаться, вы все это прекрасно знаете. Хирургическое лечение не рекомендуется при больших опухолях именно потому, что адювантное лечение, лучевую терапию или химио-лучевое лечение будут получать до 85% пациенток, что увеличивает частоту осложнений и все о том, о чем мы уже говорили. И выходом из этой ситуации является проведение неодевантной химиотерапии. В 2012 году были опубликованы результаты Кокрановского метаанализа шести рандомизированных исследований, в которые вошли больше тысячи больных при опухолях с 1-й В по 3-ю В стадию, в котором сравнивалось применение неодевантной химиотерапии с последующим хирургическим вмешательством по сравнению с операцией. И было показано увеличение как общей, так и безрецидивной выживаемости достоверного лечения при применении неодевантной химиотерапии у этой категории больных. Кроме того, было показано достоверное снижение частоты выявления метастазов в региональных лимфатических узлах и частоты опухолевого поражения параметрия, которые, как вы знаете, являются факторами высокого риска и требуют проведения химиолучевого лечения в послеоперационном периоде. Поэтому, проводя неодевантную химиотерапию, вы снижаете процент пациенток, подвергающихся адевантной лучевой или химиолучевой терапии. Нет пока данных по сравнению с двух типами лечения химиолучевого и неодевантной химиотерапии с последующей операцией, но вот исследование RTC, результаты которого, я думаю, что будут опубликованы в ближайшие годы, нам позволит выбрать какой-то из этих подходов и покажет преимущества и недостатки каждого из них. И в заключение несколько слов об очень тяжелой категории больных. Это в основном пациенты с рецидивами ракошейки матки после лучевой терапии по радикальной программе, которые в большинстве своем получают химиотерапию. Как вы знаете, эффективность химиотерапии в облученной зоне крайне низка. И поэтому эти пациентки практически в 100% случаев погибают через достаточно короткий промежуток времени после возникновения рецидива. Вот с появлением таргетной терапии сроки несколько удлинились, но тем не менее исход все равно остается тем же. И вот экзонтерации малого таза, на мой взгляд, в России, они немножко незаслуженно считаются малоэффективными калечащими операциями и бессмысленными. Если правильно производить отбор пациенток на эти операции, а для этого нужно исключить метастазы, как отдаленные, так и в регионарных лимфатических узлах, и исключить опухолепереход на стенку таза, если очень четко отбирать пациенток, то я думаю, что у пациенток, имеющих крайне неблагоприятный прогноз, а фактически не имеющих никакого прогноза, будет возможно получить результаты даже пятилетней выживаемости. Вот вы видите, тут представлены исследования, в которые вошли больше 50 экзонтераций. Сегодня нам прочтут отдельную лекцию на эту тему, и это очень здорово. Вы видите, что за последние годы снизилась частота послеоперационной летальности, она не превышает 5%, а эффективность экзонтерации составляет от 21 до 61%, по данным различных авторов. Но вот хотелось бы привести вот этот слайд, это из последнего исследования 2007 года. Верхняя кривая – это выживаемость больных, у которых не было перехода опухоли на стенку таза, опухоль была удалена полностью в пределах здоровых тканей, и не было метастазов в регионарных и отдаленных лимфатических узлах. Вы видите, что пятилетняя выживаемость у этих больных составляет больше 40%. Нижняя кривая – это пациенты, которые имели хотя бы один из вышеперечисленных факторов риска. Поэтому это говорит еще раз о том, что если правильно и очень тщательно отбирать пациента, то, ну, если не у каждой второй, то каждый третий мы можем сохранить жизнь. Спасибо за внимание. Продолжение следует...